Для вас это день победы или день победобесия все-таки? Скажите. Или есть что-то третье посередине? Ну, смотрите, конечно же, Путин этот праздник очень сильно испортил. И в первый год, когда война началась в 1922 году, я 9 мая вообще пропустил мимо ушей, так сказать. Ну, у меня не было желания его отмечать. Я думал, это на всю жизнь. Ну, а начиная со следующего года, я сказал себе, почему я ему свой любимый праздник, который я с детства отмечал, почему я ему его отдаю, почему я его ему дарю. У меня что, нет своих, что ли, прав на него. Мой дед ровно 9 мая 1945 года подорвался на мине в Венгрии. Они там добивали остатки немцев в лесу. Вот. Он выжил. Он дожил до 90-го года. Он всю жизнь хромал. Вот. Ну, нога была покалечена. Вот. Ну, эта же история не имеет отношения к Путину. Да, и поэтому теперь это для меня, в принципе, праздник. Значит, я... Завтра мы соберем по этому поводу гостей, друзей, отпразднуем, попоем песню Победы. Но при этом, конечно же, ну, у меня есть четкое понимание, что путинский режим превратил его, ну, действительно, в победобесие. То есть термин «победобесие», который когда-то на заре, так сказать, когда он только появился, мне не нравился. Ну, сейчас я его считаю адекватным, да, потому что то, что происходит в России, это и есть победобесие. Ну, знаете, до начала войны этот праздник работал на укрепление позиций путинского режима. Но вот сейчас, последний год, предыдущий год, этот год, этот праздник скорее уже работает в обратном направлении. Именно в эти дни, на фоне всех этих торжеств, пафосных речей, деды воевали, так сказать, и все такое. Ну, вот, кстати, по поводу речей, как раз этот парад Победы, так называемый, прошел в Москве сегодня. И вот как раз про речи парад был, собственно, ознаменован выступлением президента-убийцы, который, естественно, начал обвинять Запад на этот раз в том, что Запад якобы предпринимает попытки исказить правду о Второй мировой войне. В очередной раз вспомнил и ядерные угрозы свои, заявил, что Россия никому не позволит себя угрожать. Стратегические силы Российской Федерации всегда в готовности. Еще раз, вот вчера весь цивилизованный мир учтил память жертв Второй мировой под лозунгом «Никогда снова». А вот уже сегодня кровавый диктатор, развивавший в 21 веке войну в центре Европы, угрожает всему миру ядерным оружием, что выглядит, разумеется, в очередной раз, как некий такой сюр. Не хочется слушать речи Путина, предлагаю лучше вспомнить, что об этом вчера сказал украинский президент. Битва за Киев. Бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра. Массовые могилы. Депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. В странице из учебника во Второй мировой Россия вернула заголовки мировых СМИ. Страшное прошлое вернула ежедневную ленту новостей, доказывая, с каждым новым преступлением нацизм возродился. Только с новой маркировкой сделано в России. Ну вот, я не знаю, что вы еще для себя интересного услышали. Это все, разумеется, абсолютно было предсказуемо. Как всегда, выжимку дает очень хорошую, чтобы не тратить время на вот это, медуза. И, кстати, интересно, там еще Путин отдельно упомянул народ Китая. Это что-то новенькое, заявил про то, насколько героически сражался народ Китая. Я такого никогда раньше не слышал. Ну, вы что-то интересное услышали для себя? Или все вот, как заезженная пластинка, что можно даже не повторять, можно было и просто в записи пустить прошлогодние церемонии? Ну, содержательных вещей там было ноль. Вот. Упоминание Китая, ну, понимаете, там считать это за серьезную содержательную новеллу нельзя, потому что он же ничего там разумительного по этому поводу не сказал, просто сделал реверанс в сторону союзника. Да, если протянет еще один год, в следующем году народ Ирана, наверное, упомянет. Вот. Значит, ну, Путин использует историю в своих... Историю у него служанка политики, да, он ее использует в своих собственных интересах, да, и упоминание Китая в этом смысле это еще один пример вот этого всего. В принципе, речь была бессодержательной, пустой, там ничего не было, кроме пафоса. Понимаете, очень легко на самом деле, значит, отличить хорошую речь от плохой. Если ты можешь пересказать ее собеседнику, который ее не слышал, ну, вот представьте, ваш друг спрашивает, ну, чего он там сказал-то, да? Ну, если вы можете что-то передать, значит, содержательному, и ваш друг выслушает и скажет, а, ну, да, понятно, спасибо. Ну, значит, это была неплохая речь, в ней было какое-то содержание. А вы попробуйте пересказать это выступление кому-нибудь из тех, кто его не слышал. Ну, что вы скажете, взвеси-развеси, так сказать, да? Ну, Китай похвалил, ну, вот и все. Значит, я вернусь к своей предыдущей мысли, она, кажется, мне достаточно важной, с точки зрения практической политики. Вот предыдущие годы, вот это все победовесие, долгие годы, оно работало на укрепление путинского режима. То есть оно подогревало вот эти амбиции его сторонников, да, им хотелось побряцать оружием, и Путин, обостряющие отношения со всеми окружающими странами, со всеми соседями, оказался им следующим вот по тому самому пути, ну, так сказать, деды воевали, да, и мы не боимся, можем повторить, вот. Но все это стало работать в обратную сторону, как только началась война в Украине, стало понятно, что одержать победу не удается. Вот тут сразу, понимаете, возник контраст, диссонанс между вот этим историческим бэкграундом, фоном, да, и сегодняшними событиями. То есть деды-то Берлин брали, а мы, так сказать, по часу вам ярым там топчемся, да, и ничего не можем. И это вот ощущение, оно, конечно, как вот, знаете, по стеклу скребут, да, такой крайне неприятный звук. И вот оно, и это ощущение портит этим нынешним российским, так сказать, патриотам праздник победы. То есть они, конечно, его топят в вот этой истеричной, значит, истеричном вот этом воспевании предков, так сказать, да. Но вопрос о том, а достойны ли мы их памяти, да, вон они до Берлина дошли, а мы, так сказать, вот Киев за три дня, третий год берем, значит, ну, эти вопросы не могут не вставать. То есть ты всегда сравниваешь, все-все познается в сравнении, да. И если не этот мощный исторический бэкграунд, то можно было бы сказать, что вот на то, что сейчас происходит, это, ну, как бы так, нормально, да, то, что мы не можем Киев взять до сих пор, ну, так, нормально. Но зная, что на самом деле можно брать города из страны и двигаться вперед, и побеждать, и наши деды это делали, вот эти нынешние российские патриоты, ну, они не могут не признать нынешнюю ситуацию нормально. Они понимают, что, ну, они вляпались, они опозорились, они, значит, ну, они действительно недостойны памяти дедов. Я сейчас даже не говорю о морально-этической составляющей, о том, что та война была праведная, а нынешняя неправедная. Бог с ними, вот, говорить про морально-этические соображения в ситуации с российским, так сказать, патриотическим лагерем вообще не приходится, да. Но с точки зрения функциональности, эффективности, способности достичь поставленных результатов, вот эти-то вещи нельзя не сравнить, да, и когда ты их сравниваешь, ты понимаешь, насколько деградировала нынешняя Россия, путинская Россия по сравнению со Сталинским Советским Союзом. И, конечно, это видят, значит, буквально все сторонники нынешнего путинского режима. Вот, и мысль вот о том, что мы недостойны памяти наших дедов, которых прославляем, она, конечно, им портит этот праздник капитально. А, кстати, по поводу посещаемости, вот интересно, что после того, как вот сколько лет уже, два года войны, путинская пропаганда тратит такие огромные суммы, такие усилия на завоевание hearts and minds, да, сердец и розумов, скажем так, обитателей глобального юга, тем не менее, вот посещаемость, если брать глав государств, кто там был, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а глобальный юг, Гвинея, Бесау, Лаос и Куба, и все. То есть, глобального юга, судя по всему, сильно не приобрели, скажем так, но тем не менее, вот СНГ, в том числе Центральная Азия, сохранилась, как бы, ну, минус, так, кстати, да, и Узбекистан тоже был, до последнего это было непонятно, то есть, вот как-то им не удается, судя по всему, окончательно уже слететь, знаете, я так понимаю, каждый раз это происходит очень нехотя, я знаю точно, что Такаев вот с большой неохотой летит на подобные мероприятия в Москву. Петер, глобальный юг, это штука очень утилитарная, это там доминирует цинизм и низменные материальные интересы, бесплатных подарков там не делают. Это вообще характерно для всей системы международных отношений на протяжении всей истории человечества. Вот эта гуманистическая составляющая, когда ты во имя каких-то идеалов, ценностей отказываешься от прагматизма хотя бы на каком-то отрезке, вот эта составляющая, она характерна только для Запада, до определенной степени, тоже не абсолютно, конечно. Вот. И это изобретение на вечное время 20 века. Вот. Эта штука не добралась еще до, так сказать, глобального юга. Поэтому там смотрите, какая ситуация складывается. Они все прекрасно понимают, что Путин оказался в положении такого мирового маргинала. Да, и они пытаются по максимуму из этого выжить. По максимуму из этого выжимает Иран, по максимуму из этого выжимает Китай, по максимуму пытаются выжить все остальные. Они понимают, что прилики мы сейчас к Путину, ну, мы сделаем ему колоссальный подарок. А что мы должны ему делать подарок? Да, и поэтому они ждут от него чего-то. Вот. А ресурсы страны истощаются. И покупать всяких туземных вождей, тратить на них деньги, да, значит, когда они так нужны на фронте, ну, видимо, Кремль счел нецелесообразных. Вот поэтому они, так сказать, и не сошлись. Не сошлись в цене, проще говоря. Вот. Еще раз. Весь мир, включая глобальный юг, понимает, что Путин превратился в маргиналы. Что любая поддержка со стороны для него, ну, это прям вот подарок. Бесплатных подарков эти люди не делают. Они ждут, что он их, лояльность их будет покупать. Ну, и дальше вопрос интерпретации, почему Путин в этот раз решил не покупать эту лояльность. Я думаю, потому что есть серьезные проблемы с деньгами, с экономикой. Ну, вот что по хореографии мероприятия. Еще очень интересное там было событие. Не знаю, видели ли вы это или нет. Замначальник Ариазанского училища ВДВ, полковник Молочников и начальник ГДМ МЧС генерал-лейтенант Панченков, которые возглавляли парадные расчеты на Красной площади, не отдали честь Путину. Вот сейчас смотрим. Я сейчас сам хочу это посмотреть. Он подошел в это время поговорить с военачальниками. После парада Победы честь не была отдана. Я вот пытаюсь понять, где. Вот, ага, вот этот интересный момент произошел. Как вы думаете об АСС? Опять-таки, что будет с этими военачальниками? Увидим ли мы их на следующем параде Победы? И вообще, увидим ли мы их после этого на свободе? Один из этих двоих уже дал комментарий. Агентство Агентство об этом написало. Он сказал, что согласно строевому уставу, когда ты стоишь в строю, ты не должен отдавать честь. Это делается только, когда ты не в строю. Я не являюсь в этой области специалистом. И не знаю, прав ли он или нет. Но если он действительно... А, и он сказал, что я не знаю, почему другие стали отдавать честь. То есть, поплатятся все остальные, короче, кроме этих двух. Да, 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 да. То есть, вполне возможно, что эти двое как раз единственные соблюли устав. А все остальные настолько обалдели от близости, так сказать, Санцеликова, что, в общем, ну, одурели, потеряли, так сказать, вообще... Самобладание. ...контроль над собой. Ну, ладно, еще, так сказать, не пали ницей, не облобызали сапоги, так сказать. В принципе, может, и матриц сделать. Ну, вот. В общем, если эти люди поступили в соответствии с уставом, ну, я думаю, у них проблем не будет. Ну, то есть, это уже слишком будет беспредельно наказывать людей за то, что они соблюдают устав. Тех, кто отдавал козырек, под козырек, значит, брал под козырек, нарушив тем самым устав, тоже наказывать не будут, потому что, ну, значит, лишний сигнал, так сказать, Санцеликому, что они его уважают и отдают, вручают ему свою честь, в буквальном смысле слова. Ну, как бы Санцеликому это нравится, поэтому их тоже не накажут. Так что, я думаю, как-то спустят на тормозах все. Да, ну, на самом деле, неудивительно, что такое происходит, учитывая, что армией, собственно, руководит кто, кто главный вообще военный. Это картонный генерал, по словам самого убиенного святого Евгения Пригожина. Аббас, я хотел с вами вот вернуться к теме ближнего зарубежья. Уже поговорили о том, как централизиатские президенты нехотя летят в Москву. И вот информация о том, что Армения не будет выделять деньги на финансирование деятельности ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил секретарь министра странных дел. При этом Ереван не будет возражать против утверждения бюджета в ограниченном формате. Ранее Армения фактически заморозила, как мы знаем, членство этой организации, перестала участвовать в деятельности блока. Также Пашиня неоднократно высказывал недовольство вообще работой ОДКБ, собственно. И вообще начал подавать сигналы, что он не против, может быть, даже евроинтегрироваться. Мне интересно, как это происходит. И, казалось бы, Моська так дразнит слона, но продолжает это делать. Я абсолютно без каких-либо оскорбительных сентиментов это говорю по отношению к Армении. Просто сугубо глядя на размеры этих стран. Ну и то, что происходит в Грузии, может быть, это тоже можно присовокупить, учитывая, как сейчас смело действуют протестующие. Судя по всему, понимают люди, что в России нет таких ресурсов, скажем так, придушивать вот эти восстания, эти недовольства, которые явно направлены на то, чтобы не допустить возвращения, скажем так, в объятия бывшей империи. И нынешней, скажем так. Не, ну, конечно, ресурсы путинской России не безграничны. Тут надо четко сформулировать. Ресурсы России как страны, они, конечно, крайне велики. Вот они как раз практически безграничны. Но режим путинский настолько неэффективен, что организовать системное, так сказать, извлечение этих ресурсов, их воспроизводство, да, он не в состоянии. Да, поэтому его способности извлекать ресурсы из страны, которые в стране есть, они, ну, вот стремятся в сторону, так сказать, окончательного истощения. Так бывает, когда режим неэффективен. Ну, можно, например, вспомнить Францию накануне Великой Французской революции, которая, ну, деградировала там буквально по всем параметрам. А потом революции, к власти приходят Наполеоны, и ресурсов хватает людских, финансовых, всех организационных, интеллектуальных. Хватает на то, чтобы вести войны буквально со всем окружающим миром, цивилизованным миром на протяжении долгих лет, причем выигрывать. Вот. Поэтому вопрос эффективности системы. Нынешняя система уже неэффективна. И, ну, люди это чувствуют, конечно же. Да, поэтому, в принципе, ну, считают возможным оказывать сопротивление в определенных параметрах. То есть на рожон, конечно, никто не лезет, но и полностью, так сказать, стелиться под этих безумцев, ну, никто не хочет. Пример украинцев в этом смысле оказывается заразительным. То есть, понимаете, амбиции есть у всех народов, даже самых маленьких. Они на все это смотрят, и у них глаза загораются. А что, если украинцы могут, то почему мы не можем? Вот. И так, собственно, империи разваливаются. Кто-то начинает, а потом за ними следуют все остальные. Да, да. Ну, Бас, и вот так же хотел поднять с вами тему, которую мы так или иначе касаемся все, все два уже с лишним года войны. И на этот счет, а я сейчас говорю, забегая вперед, о вообще капитала российского, о богатеях российских, о олигархах. И вот на этот счет существует деметральное предположенное мнение. И на этот раз я сейчас основываюсь на информации издания Bloomberg, которая пишет, что богатые россияне возвращаются в Россию, боясь конфискации активов на Западе. И тут говорится в этой статье, что поскольку война в Украине длится уже третий год, богатые привыкают к мысли, что россиян за рубежом больше не ждут. Поэтому большинство миллиардеров, попавших под санкции, считают, что лучшим решением для них будет перевести себя и свои активы домой. В материале также говорится о том, что состояние богатейших лиц со стороны составляет около суммарно 350 миллиардов долларов, средних возраст 63 года. А это значит, что то, как и где они решают передать свои состояния в ближайшие десятилетия, будет отражаться на экономике и различных отраслях бизнеса. Вот яркий пример Евгений Чичваркин, частый гость наших эфиров, считает, что с самого начала это была губительная для общего доброго дела позиция Запада. Что даже таких персонажей, сомнительных, как Фридман и Авен, нужно было всячески поощрять, чтобы они вводили свои активы из путинской России. Вместо этого, видите, обратный отток и, соответственно, поддержка военной махины Путина. Большинство не согласны с этой точки зрения из наших гостей. А какого мнения вы? Я в данном случае с Чичваркиным согласен. Я примерно о том же самом говорил неоднократно. Я обсуждал эту тему с крупными предпринимателями, которые, в отличие от меня, я все-таки политолог, политтехнолог. Я обсуждал эту тему специально с людьми, которые разбираются в движении капиталов, поскольку сами являются транснациональными бизнесменами. И, в общем, в целом штука эта многофакторная. И резоны Запада отчасти тоже можно понять. Но, конечно, вот этот запрет на вывод капитала из России, он, как минимум, есть аспект вот этот очень серьезный, который помогает Путину производить свою собственную экономику. Ну, то есть, условный Потанин, который не может вывести деньги на Запад, что ему остается делать с этими деньгами? Он их инвестирует в Россию. Если бы у него была возможность спокойно выводить их на Запад, он бы значительную часть своего капитала... Ну, то есть, в России бы он оставил минимум, это точно. Потому что, ну, то есть, надо понимать, что в России деньги остаются сейчас только в ситуации, когда их невозможно никуда больше вывести. Потому что, в целом, от этого безумия, которое творится в стране, деньги, конечно, бегут. И те деньги, которые могут сбежать, они либо сбежали, либо сейчас пытаются сбежать. Но сейчас это уже, там, варианты, там, уже минимальны, да. То есть, шансов вывести деньги сейчас, насколько я понимаю, вообще крайне мало. Вот. И, соответственно, да, они остаются в стране, они инвестируются. И поэтому российская... В значительной степени именно поэтому российская экономика по-прежнему еще жива. Да. Повторюсь, я не буду осуждать за это Запад, потому что, ну, у него есть какие-то и свои резоны, да. Потому что бесконтрольный вывод российского капитала, я так понимаю, его тревожит, значит, с точки зрения того, что, ну, вот на эти деньги, которые туда приходят, потом начинают покупаться западные политики, так сказать, да. Значит, там Россия начинает вмешиваться в выборы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, среди невинного капитала, так сказать, да, который чисто бизнесовый, да, который работает в бизнесе, могут скрыться и какие-то ФСБшные там потоки, да. Значит, и не имея возможности там отделить одно от второго, они, в принципе, просто плотину пытаются построить. Я так понимаю, что есть, в общем, много аспектов, факторов, которые в результате привели к принятию тех решений, у которых есть и негативная составляющая, да. Эти деньги помогают Путину воевать. Предельно ясно и понятно, спасибо за ваше мнение, Аббас, спасибо, что включились там сегодня, как всегда, рады были с вами беседовать. Друзья, подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал Аббаса Галямова, не пожалеете, всегда вас призываю к этому, Аббас, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.